В преддверии празднования юбилея Великой Победы наш телеканал продолжает серию репортажей, посвященных героям Великой Отечественной войны. Каждую неделю мы рассказываем вам об одном человеке, свидетеле тех тяжелых лет. Героиня сегодняшнего сюжета Антонина Филипповна Гордеева. Великую Отечественную войну она работала медсестрой вместе с 31-й армией, прошла дорогами войны от родного Калинина до Кёнигсберга в Восточной Пруссии. Смотрю, в люльке, в общем, мы на мотоцикле не ехали, в люльке сидит с автоматом. Вот я взяла, у меня пистолет был, выстрелила, и вот с автоматом-то я в месток попала, все, он повалился, и тот повалился. 95-летняя Антонина Филипповна Гордеева вспоминает, как, будучи еще совсем молодой девчонкой, убила немецкого солдата. Это случилось по дороге в Зубцов. Юная Тоня Гордеева только-только начала работать медсестрой. Великая Отечественная война застала женщину в родном Калинине. Антонина едва успела закончить 9-й класс. Как жизнь коренной тверичанки круто перевернулась. Родители нам заказали катерок до Лисицкого города ехать, прокатиться. И на 25 июня они. И вдруг по радио война началась. Куда мы покатимся? Вместо Волги пошли по фронтовым дорогам. Как только началась война, Антонина Гордеева сразу попросилась на фронт. Но брать молодую девушку поначалу не хотели. Первые недели войны она вместе с товарищами патрулировала улицы Калинина. Один раз даже сумела вычислить и поймать шпиона, который сигнализировал вражеской авиации. Спустя время Антонину наконец-то взяли на работу в госпиталь. Медицинское учреждение было закреплено за 31-й армией. Именно в ее составе Антонина Филипповна прошла половину Европы. Сотни бойцов обязаны Антонине Гордеевой жизнью. Только перевяжешь, нужно ему еще лежать. Они хотят бежать. Пока здесь дивизии наши надо. Но я их не пускала. Мне сказали не ходить, потому что надо лечить. Ну как же они уйдут? Куда мы пойдем? К другую дивизию мы хотим. К мирной жизни женщина вернулась довольно поздно. Боевые действия закончились, но поступление раненых не прекратилось. Лишь в 1946-м Антонина смогла вернуться в родной Калинин. Позже переехала в Ленинград, где училась и работала. А в середине 50-х уже окончательно переехала в родной город. Сейчас ветеран, даже несмотря на свой возраст, ведет активную общественную жизнь, являясь председателем Совета ветеранов 31-й армии. В последние недели Антонина Филипповна находится дома. Внуки, говорит, женщины дали наставление никуда не выходить из-за коронавируса. Однако новости о распространении инфекции, признаются ветераны, ее совсем не пугают. На войне было страшнее. С улыбкой признается она.